Приветствую всех любителей отдыха в сауне в рубрике с легким паром, в которой мы тестируем и делаем обзоры на сауны и бани города Новосибирска. Меня зовут Алексей и сегодня в этот июньский день, я сегодня 16.04.16, в эту круглую дату мы решили в очередной раз посетить сауну Венеция. Но сегодня это будет малый зал с бассейном, в котором мы еще не были, так что идем и посмотрим, что там и как. Итак, мы зашли внутрь, сейчас пока располагаемся, только покажу, что здесь в этом номере, как выглядит. Интерьер стандартный для всех номеров Венеции. Нахожусь сейчас вот прям возле спиной, за спиной у меня дверь входная. И здесь сразу у нас, значит, комната отдыха. Вот такая вот. Дальше проходим по коридору санузел. Санузел стандартный, все чистенько. И заходим в основную комнату. Комната выглядит вот так, в дальней части бассейн. Бассейн 3, 3 на 2, насколько я помню. Большой стол. На компанию, насколько я помню, этот номер, этот малый зал, он рассчитан на до 8 человек. Вот мы тут приобрели веничек березовый, сейчас будем запаривать. Веник приобрели здесь же, для чистоты эксперимента. Цена 150 рублей. Отмечу сразу, что в саунах Венеции дополнительно деньги за уборку номера, если вы берете веник, не берутся. Что приятно, мы не жадны, но просто вот мелочи приятны. Так, душевая кабина. Большая насадка. Насадка вот эта прикольная, когда ее включаешь сверху. Прям классно она тебя поливает. Есть мыло. Ну, все чистенько. Сауна новая, как я уже неоднократно говорил. Дальше у нас здесь парилка. В парилку заходить не буду, просто открою, покажу. Еще, кстати, сегодня не открывал ее даже. Ну, парилки, как и вся сауна, новенькие, чистенькие. Сама печка электрическая. Не знаю, сейчас покажу. Нет, краешек, наверное, видно. Ладно, закроем, чтобы не остывала она у нас. Парилка хорошая, мне нравятся парилочки. И техническое такое здесь помещение. Тут, собственно, ведро с мусором, столик. Мы там какие-то свои принадлежности выложили уже. Номер выглядит очень неплохо. Телевизор есть, можно музончик включить, послушать. Пошли мы сюда. Мы в купель-то уже ходили неоднократно. А, хотел сказать, что система вентиляции есть. Довольно-таки эффективная. И наверняка можно вот открыть окошечки, если вдруг жарко будет. Сейчас лето, посмотрим. Вот эта дверь, насколько я понимаю, в номер в купелю как раз и ведет. Но она закрыта, даже ручки нету, поэтому. Бассейн. Видно, что работают фильтры. Вода двигается. Бассейн выглядит очень хорошо. Обязательно после парилки протестирую его сегодня. Плиточка. Все цивильно. Сейчас вот ракурс этого угла еще покажу. Мне вообще все очень нравится. Ну, а еще, если учесть, что в саунах Венеция на лето очень хорошие предложения по цене, о которых я скажу попозже, то это вообще вариант очень хороший. Так, бассейн тут с подсветкой. Сейчас я выключу свет в этом зале, чтобы показать, как светится бассейн. В принципе, можно выключить свет. И тогда будет вот такой вид. Вон те фонарики тоже наверняка можно отключить. Отлично смотрится. Можно такой создать интимный полумрак. Ну, для желающих. Вот так выглядит бассейн. Значит, с выключенным цветом. Ну, все. Начинаем располагаться. Переодеваться. Запаривать веник. И немного попозже снова выйду в эфир. Так, хочу показать. Сейчас по традиции показываю веничек. Этот веник мы приобрели здесь же, в Венеции. Цена веника 150 рублей. Веники здесь березовые. Но вот сегодня мы пришли, было всего два. Ну, в принципе, веник, на мой взгляд, неплохой. Сейчас вот, сейчас отряхну его. Вот, вот так вот выглядит веничек. Такой хороший, пушистый веник. Но запахло сразу, вытащил его. Цена веника 150 рублей. Причем, как я уже и говорил, наверное, стоимость часа в сауне не увеличится. То есть за угорку отдельно доплачивать ничего не нужно. Ну, за что отдельный плюсик можно поставить в сауне Венеции. Ну, вот он запарился у нас. Сейчас мы пойдем его в парилочку и протестируем заодно. Так, пару слов отдельно еще хотелось бы сказать о бассейне. Я уже понырял сюда. Хочу сказать, что водичка теплая. Прям в такой комнатной температуре. И очень приятно из парилки разбежаться и прыгнуть в этот бассейн. Водичка чистая. Работает фильтр. Видно там прям течение такое небольшое. Иногда просто вот заходишь в какой-нибудь сауне, подходишь к бассейну и понимаешь, что туда вот желания нырять нет совсем никакого. Здесь такого ощущения не возникает. Вода классная. И по температуре, и по качеству. Поэтому отлично понылял, получил положительные эмоции от этого дела. Вообще я воду люблю, поэтому мне вдвойне было приятно, конечно. Особенно после парилочки. Так что отличный бассейн. Несмотря на то, что размер не очень большой, но тут в нем не плавать. Это не бассейн, как ни крути, олимпийский какой-то. Поэтому, ну, очень положительное ощущение от этого бассейна. И впереди, кстати, еще будет традиционный прыжок из парилки как раз в бассейн. Так что ждем следующего включения. Продолжение следует... Так, по оценкам. Малый зал гостиницы Венеции стоит 900 рублей в час. Но сейчас на лето у них летняя акция. До сентября включительно, то есть июнь, июль, август. Скидка 20% на все номера. Но два из которых вы уже видели в моих обзорах. Вот этот третий. На все номера, включая большую, скидка 20%. То есть сейчас вот за этот номер мы вместо 900 рублей отдали 720 за час. Это, ну, надо сказать, и без того недорогие цены в Сау-Венеции стали еще дешевле. Молодцы, понимают, что летосезон больше дач и стараются как-то привлечь дополнительно людей. Ну и вообще, резюмируя, надо сказать, что вот мы были уже, это был третий номер сауны Венеции. Остается только порекомендовать. Отличный, качественный ремонт. Недорогие цены. Ну, приветливый персонал. Я, со своей стороны, рекомендую вам посетить какой-нибудь из залов в Сау-Венеции. И самим лично убедиться во всем этом. Ну, а Венеции желаю дальнейшего успеха и процветания. И на этом буду заканчивать выпуск. Надеюсь, что он вам понравился, что информация была для вас полезна. Всего доброго и с легким паром. Субтитры создавал DimaTorzok